Добрый день! В нашем городе есть такие места, куда хочется возвращаться вновь и вновь, и Харьковский художественный музей с его богатейшей коллекцией и славной историей – одно из таких мест. И сегодня, находясь в атмосфере уютного старинного особняка в центре Харькова, мы будем иметь счастливую возможность насладиться подлинным, настоящим искусством. И начинаем знакомство с коллекцией с первого зала, где представлены старинные иконы. Иконы создавались для вечности, и такие удивительные образцы иконописного творчества, которым по 500, 400, 300 лет, конечно, к ним применительно это понятие «вечность». Одной из жемчужин нашей коллекции является икона «Волынская Божья Мать». По стилистике она приближена к византийской иконописной традиции. Мы видим, какую нежность к своему ребенку излучает Богородица. Как трепетно левой рукой она обнимает богомладенца, а правой указует на него. Символы, которые использует иконописец, весьма интересны. Большие глаза символизируют проникновение в божественные тайны. Узкие губы – аскетизм. Длинные чувственные пальцы – чистота помыслов и деяний. Деликатные пропорции маленького ребенка в облике богомладенца Христа, но вместе с тем в этом облике уже зрелый мудрец, который внимательно наблюдает. Субтитры создавал DimaTorzok Центральный и масштабный экспонат первого зала – это «Царские врата» – непременный атрибут любого православного храма. И когда мы смотрим на эту удивительную памятку, близкую к новгородской иконописной традиции, и видим, как любовно иконописцы написали создателей Евангелий, Матфея, Марка, Луку, Иоанна Богослова, то мы испытываем такой же душевный подъем и благоговейный трепет, который испытывали иконописцы, когда работали такие удивительные произведения. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте посмотрим на работы художников начала XVIII столетия. Перед нами шесть портретов начала XVIII столетия, созданных неизвестными художниками, которые уже пытались изображать светских людей, но делали это еще в иконописной традиции. Поэтому наблюдается некоторая статичность, окаменелость. Но наше внимание, конечно, привлекает вот этот бравый человек. Именно так неизвестный художник изобразил Осадчева Харько. По легенде, именно он основал наш город. Очень позитивно выглядит этот персонаж. Высокий мраморный лоб, прямой нос, чувственные пухлые губы, огромные карие глаза. Или другой, очень известный для Украины герой, легендарный казак-бандурист, которого мы называем Казак Мамай. Мы можем прочесть эту картину как раскрытую книгу. Видим главного персонажа казака Мамая, который восседает, скрестив по-турецки ноги, поет какую-то песнь и аккомпанирует себе на бандуре. Неподалеку пасется его верный друг Конь, а друзья-кашевары, которые там скромно изображены внизу, готовят ужин. Конечно, глядя на этого позитивного персонажа, мы понимаем, что Мамай – это такой символ Украины, потому что и в битве с татарами он был весьма успешен, и хорошим позитивным человеком, и красиво одет. И, конечно, когда мы смотрим на эту картину, то понимаем, почему до сих пор в Украине проводится праздник Мамай-фест, где соревнуются и в боевых искусствах, и в умении танцевать, и в других каких-то удивительных занятиях, которыми славна наша страна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В зале XVIII века представлены работы блестящих выпускников Императорской академии художеств в Петербурге, и наших земляков, украинцев по происхождению. Я представляю вам картину художника Антона Лосенко, уроженца украинского города Глухов, которая называется «Авель». Трактуя библейскую легенду о детях Адама и Евы, Каяни и Авеле, художник добивается удивительной точности рисунка, великолепного знания пластической анатомии. Мы видим момент гибели Авеля, мы видим диагональное построение композиции для придания особого пафоса, нужного для трактовки библейской темы. И замечу, что парная к этой картине художника Антона Лосенко-Каин находится в Русском музее Петербурга. Петербурга Петербурга Еще один художник, наш земляк, уроженец города Миргорода Владимир Боровиковский представлен в этом зале большеформатным пафосным полотном, изображающим русского императора Павла I. Трехлетнюю работу над этой картиной Боровиковский закончил в 800 году. Мы видим одну из самых трагических фигур в русской истории – императора Павла. Но, тем не менее, это репрезентативный парадный портрет, изображающий очень статусную личность и масса деталей, которые подчеркивают этот статус. Горностаевая мантия, белоснежные кавалерийские лосины, великолепный напудренный парик, большая корона Российской империи, сплошь блистающая бриллиантами, скипетр, держава, трон с двуглавым орлом. Но Боровиковский очень умело соблюдает меру идеализации. Он не приукрашивает своего героя, не показывает его греческим красавцам. Мы видим несколько такое удрученное печальное лицо, грустные брови, большие наполненные печалью глаза, несовершенный античный профиль. И понимаем, что художники 18-го столетия – это тонкие психологи, которые давали своим героям очень острые характеристики. А мы, глядя на этих персонажей, на этих героев, считываем те далекие послания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эпоха романтизма, представленная в третьем зале, дает нам возможность насладиться работами такого великолепного художника-портретиста 19-го века, как Арест Кипренский. И, к счастью, в нашей коллекции есть одна из последних картин художника, которые он написал в России, потому что восемь последних лет жизни Кипренский прожил в Италии. Перед вами портрет графа Кушлева-Безбородько, когда-то блестящего вельможа при дворе императора Павла, поэтому по правую руку от портретируемого находится бронзовый бюст императора. Это портрет-биография. Посмотрите, сколько достоинства, величия, самодостаточности в облике уже пожилого адмирала. Насколько трепетно художник изображает паутинку морщин на похожем на печеное яблочко лице, седые волосы, которые похожи на паутину, левую руку, старческую, несколько подагрическую, в которой помещен белоснежный платок. Я сказала, что это портрет-биография, хотя по виду, конечно, мы понимаем, что это парадное изображение важного сыновитого чиновника, но тем не менее такая трогательная бытовая деталь, как этот белый платок, который сжал умудренный уже человек левой рукой, снижает этот пафос подачи, дает такую бытовую оценку, и мы верим художнику безоговорочно. Субтитры создавал DimaTorzok В этом же зале представлены работы Тараса Шевченко, художника. Ведь помимо того, что Тарас – писатель, поэт, философ, он тоже закончил Императорскую академию художеств в Петербурге. Четырьмя работами владеет наша коллекция. Я хочу ваше внимание обратить на знаменитый автопортрет у Шапти и Кожуси, совершенно хрестоматийная работа «Дети Байгуши», известная каждому украинскому школьнику, потому что в школьном учебнике истории находится цветная вклейка, иллюстрация, а подлинная работа «Кобзаря» перед вашими глазами. И такую очень трогательную акварель «Чекан Арал» – это место ссылки Тараса в Оренбургских степях, где он долгих десять лет был звание рядового. Выполнена эта работа в технике акварели. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА 19 век – это еще особое любование женской красотой, создание такого своеобразного эстетического женского идеала. И когда мы смотрим на этих молодых дам с темными волосами, прически волосок к волоску, то, конечно же, любуемся вместе с художниками и удивительно тонкими чертами лица, и декольтированной линией, волнующей музыкантов, поэтов, художников, которые подчеркивают мраморную белизну плеч, высоту лебединой шеи, любуемся ими и, конечно же, напитываемся особым состоянием. Субтитры создавал DimaTorzok А в этом зале Харьковского художественного музея исторический жанр представлен работами учителя и ученика. Поговорим вначале о работе учителя. Я имею в виду известного художника Карла Богдановича Венига, этнического немца, который написал картину «Иван Грозный и его мамка». Конечно, мы вспоминаем историческое прошлое и помним о царе Иване IV, сыне царя Василия III и Елене Глинской, который за такой жестокий характер и нрав получил в истории прозвище «Грозный». Необычайно религиозно экзальтированный государь боялся различных наказаний, которые ожидали его в загробном мире, и которые предвещала ему, очевидно, родная тетка Аграфена, которая на этом полотне как раз и пеняет своему воспитаннику за многочисленные прегрешения. С истинно немецкой пунктуальностью Вениг пишет шелковый халат на Иоанне Васильевича, который называется «Плотно», «Мягкие сапоги», «Соболью шапку» на голове у старушки, и мы погружаемся в атмосферу далекого прошлого». Аграфена 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 А Ученик художника Венига Генрих Ипполитович Семирадский представлен в этом зале большеформатным полотном с очень длинным названием «Иссаврийские пираты, продающие свою добычу». Семирадский наш земляк. Он родился в поселке Печенеге, недалеко от Харькова. По базовому образованию художник-математик закончил Харьковский университет. Это полуфантастический сюжет, который он придумал из истории древнего мира, возвращает нас в первый век до нашей эры, когда местность такая Иссаврия была завоевана Римом. И понятно, что контрабандно могли пираты продавать различные товары. И мы, друзья, зрители, являемся сейчас свидетелями постыдного торга, который происходит в замкнутом пространстве этого печального грота, где старик-иудей, купец в белой шапке в центре, торгуется с пиратом-контрабандистом по поводу различных товаров. И жестом левой руки он указывает на лодку, где уже скопище этих купленных вещей, музыкальный инструмент кефара, ковры, ткани и живые люди, которые уже куплены старцем для пополнения коллекции рабынь и рабов. Предметом торга стал третий живой товар, этот прекрасный лод, как обнаженная красавица, которую демонстрирует помощник пирата. И мы понимаем, что некоторая такая просьба о скидке на этот живой лод, который демонстрирует поворот головы направо и просящий такой жест правой руки горбоносого старика, говорит нам о том, что непреклонным в своей цене окажется корсар, ибо он насмешничает над предложением сбавить цену на эту прекрасную пленницу. Как не вспомнить слова Кушкина «Повсюду страсти роковые, и от судеб защиты нет», потому что кажется, что в таких эффектных сценических позах по мановению художника застыли эти персонажи. Субтитры создавал DimaTorzok В зале передвижников представлена работа художника Михаила Клотта, представителя блестящей династии обрусевших немецких баронов. Картина называется «Село Орловской губернии». И когда мы, зрители, любуемся стереоскопическим изображением на этой картине, то, конечно же, не забываем скользнуть взглядом на этикетку и увидеть, что художник Клотт закончил это полотно через три года после отмены крепостного права в России, когда до юра крестьяне получили свободу, а де-факто заработать у себя в селах не представлялось возможным, и начался отток крепких мужчин на заработки в город. А в селах оставались женщины, старики и дети. И поэтому патина нищеты, которая прослеживается в деталях, взгляните на этот мостик, который связан креплениями, какими-то бечевками, на босоногих, бедно одетых людей, у которых нет обуви ни у одного из изображенных на картине, на крыши, зияющие прорехами от соломы, потому что во время долгой холодной зимы вынуждены были скармливать лошаденки или другим каким-то животным. И мы понимаем, что, конечно же, скрытые протестные настроения мы можем считать даже вот с такой удивительно выполненной на высочайшем уровне жанровой сцены. Продолжение следует... Одним из символов нашей коллекции является бронзовая скульптура, выполненная художником и скульптором Евгением Лансере. Действительно, эта скульптура-чумак неизменно привлекает зрительский интерес. Напомню, что чумаками или коломийцами называли людей, которые ездили за солью. Это были очень уважаемые люди. У них там был даже такой своеобразный дресс-код. Высота каблука на сапогах, вправленные брюки в сапоги. И вот мы видим в этой необычайно достоверной, до мельчайших деталей композиции, как возлежит на полупустом мешке с солью чумак, такой меланхоличный, несколько философски задумчивый. Качается, как будто бы в так дороге, маленькая ведерочка с дегтем. И валы, у которых обнажены ребра, потому что они показаны в динамике. Тянут телегу, мешок человека. Тоже показаны весьма достоверно. Но все превосходные степени, друзья, не были бы такими превосходными, если бы на подножке этой композиции не стояло клеймо литейного мастера, который является соавтором самого скульптора и художника. Настолько досконально и совершенно он смог в бронзе, цветном металле, а бронза – это сплав меди и олова, изготовить такую удивительно точную и гармоничную композицию. Субтитры создавал DimaTorzok В этом зале представлены работы замечательного художника-пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина, которого иногда упрекали за излишнюю детализацию в картинах. Фамилия Шишкин происходит от старинного вятского слова «шишкать», то есть много и продуктивно работать. И действительно, этим и отличался этот удивительный художник – необычайной работоспособностью и любовью к русскому лесу, который он воспел в своих картинах. Он считал лес самодостаточным, без присутствия человека и животных, изображал удивительные деревья, которые очень любил – дубы, сосны. Первый Шишкин любил за мощь, крепость, силу, а изящные горделивые корабельные сосны – за особую утонченность, изысканность и грацию. Посмотрите внимательно, как часто художник срезал верхушку дерева, как на картине «Лесная поляна». Это сделано для того, чтобы мы, зрители, догадались об истинной высоте этого дуба, раз даже он в пространство картины не вмещается. Такой своеобразный эффект кадра. А какое тонкое философское настроение и щемящее чувство жалости об уходящем лете запечатлено художником на картине «Парк в Павловске осень». Как воснецовская Аленушка грустит, преклонив свои ветви к воде пожелтевшая березка, и у нас такое зыбкое настроение смены времени и философского отношения к жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Художник Александр Дмитриевич Литовченко представляет нам, зрителям, пафосное такое полотно с длинным названием. Итальянский посол Кальвуччи рисует любимых ловчих птиц царя Алексея Михайловича. Мы видим, как в руках юного итальянского посла мелькает умелый итальянский карандаш, как сосредоточенно он смотрит на ловчих птиц, которые демонстрируют сокольничьи, красивые, как на подбор, молодые люди. Хотя картина написана передвижником, внешняя красота и особый пафос подачи приближают ее к канонам академической живописи. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительная художница Мария Башкирцева, которую современники называли полтавской парижанкой, представлена в нашей коллекции одной единственной работой. Мария Башкирцева – художница со сложной судьбой, она прожила совсем мало лет, но ею восхищались и современники, и потомки. На картине «За книгой» Мария Башкирцева изобразила двоюродную сестру Дину – молодую женщину с мягкими чертами лица и пепельными волосами, полностью погруженную в увлекательное чтение книги Александра Дюма. Субтитры создавал DimaTorzok Славное имя Сергея Ивановича Васильковского, безусловно, очень дорого для жителей нашего города. Хотя Васильковский родился в Изюме, свою последующую жизнь он связал с Харьковом. На портрете художника Уварова Васильковский выглядит таким немножечко лукавым казаком, ироничным и очень умным. Васильковского называют небесным художником или поэтом неба, потому что считается, что, владея мастерски различными оттенками голубого, синего цветов, он создал именно не небо, а небеса. Васильковский – мастер небольшого камерного пейзажа, в основном это горизонталь, ну, как правило. Должна заметить, что видеть высокую поэзию в таких будничных сюжетах – это удел больших мастеров, каким был художник Сергей Васильковский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы находимся в особенном зале музейной коллеги. Потому что это зал, где очень бережно, с большой любовью, хранятся работы нашего знаменитого земляка – художника Ильи Екимовича Репина. Ведь до 16 лет жизни художник прожил в Чугуеве, а этот город доходится совсем недалеко от Харькова. В любой коллекции музейной есть особенная картина – настоящая жемчужина коллекции. И такой жемчужиной, настоящим перлом является картина художника Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». История Украины, история Запорожской сечи всегда волновали художника. Некоторое время он путешествовал по местам Запорожской сечи. Для этого известные историки своего времени Костомаров и Эворницкий разработали маршруты. Считается, что целый год Репин прожил на острове Хортица и напитывался там особым таким духом, старины, которую очень любил. А толчком к написанию картины послужило легендарное письмо «Ответ», которое в XVII веке запорожские казаки написали турецкому султану Мехмеду IV. Мехмед IV был зол на запорожцев, они истребили его несколькотысячную армию и в альтимативной форме приказывал им повиноваться, подчиниться, мусульманскую веру принять, иначе он всех истребит. По легенде запорожцы написали ругательное, очень остроумное письмо «Ответ», изобилующее разными смачными смешными словечками, которым давали понять Мехмеду и его сторонникам, что защитники православия, а так прежде всего позиционировали себя запорожцы, никогда не подчиняться иноверцу. И вот момент сочинения этого знаменитого письма изображен на картине. Перед нами вечер. В запорожской сече сгустились сумерки, на втором плане зажгли костры, варят кулеш, кипятят воду. Но эта когорта запорожцев не заботится о позднем ужине, они занимаются сочинением знаменитого письма. Сказать смешное слово может любой из присутствующих, а записать – грамотный, уважаемый человек. И таким эмоциональным смысловым центром композиции является фигура уважаемого человека. Это писарь, который выполнял функции некого министра иностранных дел в Запорожской сече. Он облекает смешные слова в литературную форму, поскрипывает гусиное перо, запасное за правым ухом, а произнес слово, которое вызвало такую безудержную стихию смеха – полуобнаженный казак. Посмотрите, как он смакует послевкусие сказанного, прищелкивает пальцами левой руки, несколько приопускает очи. Конечно, его остроумие вызвало такой шквал эмоций. И эта удивительная хоровая картина демонстрирует нам стихию смеха – от нежнейшего пианиссима до грохочущего фортиссима. Посмотрите внимательно, как хохочет бравый полковник в правом углу картины. Его кирпичного цвета лицо кажется еще более ярким, потому что оттеняет белоснежная смушковая шапка. Громоподобные раскаты смеха мы как будто бы ощущаем и готовы присоединиться к этой безудержно хохочущей когорте веселых запорожцев. Субтитры создавал DimaTorzok Репина всегда влекли родные места. И продуктивное время он проводил, когда некоторое время находился в Чигуеве. Обрамляют запорожцев два замечательных портрета. Это портрет Трофима Чеплыгина, двоюродного брата-художника, которого он называл просто Тронько. Когда-то именно Трофим Тронько подарил маленькому Репину набор акварельных красок и кисточки. Это был царский, поистине щедрый подарок по тем временам. Сам Трофим Чеплыгин стал Чигуевским портным. Немного печальный взгляд умных глаз обжигает нас, когда мы смотрим на этот портрет. Совершенно очаровательный, интимный, лиричный женский портрет Софьи Любицкой, чигуевской соседки-художника. Удивительно, как тонко выполнена эта работа в духе художника XVIII столетия. Молодая слобожанская барышня с собольими бровями, огромные серые глаза в пол лица, чувственные пухлые губы. По моде начала прошлого столетия девушка вплела в русые волосы цветы шиповника. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы находимся в зале рубежа столетий, конец XIX – начало XX столетия. Я представляю вам картину киевского художника Александра Мурашко «Парижское кафе». Это фундаментальное, большеформатное полотно художник писал в Париже. Приехав из Киева в столицу моды и духов Париж, он, конечно, восхитился и убранством улиц, и новомодными парижскими кафе, освещенными газовыми фонарями, и, конечно же, нарядными парижанками. Наверное, в Киеве художник Мурашко не мог видеть ни таких нарядов, ни таких образцов обуви, украшений, подведенных по последней парижской моде бровей и глаз, и поэтому сублимировал энергетику восхищения и впечатления в этих трех парижских красавиц, которые на секунду остановились и что-то обсуждают. Я намеренно сказала слово «впечатление», потому что французское слово «импрессион» как раз и переводится как «впечатление». Понятно, что французские художники в конце XIX столетия явились основателями такого направления в искусстве, как импрессионизм, и много последователей, в том числе среди художников-славян, были у французских импрессионистов. Элементы импрессионизма, конечно, мы замечаем в картине художника Мурашко «Парижское кафе», и будничность момента, и фрагментарность композиции, и особая техника мазка, который хорошо моделирует форму. Но самое главное – это то зыбкое впечатление, которое оставил художник, и которое испытываем мы, благодарные зрители. Музыка 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 Художник Цианглинский написал такую картину-аллюзию и назвал очень трогательно и вместе с тем поэтично «Чайная роза». Эта картина представляет так называемую ассоциативную живопись. Мы можем быть соавторами художника, потому что вместе с ним додумываем, почему такое поэтичное название «Чайная роза» представился англинский на наш зрительский суд. Возможно, потому что ассоциацией возникает эта женская головка с золотистой копной кудрявых волос, несколько растрепанной после сна, которая напоминает бутон этого изысканного растения, либо пеньюар напоминает тоже цвет розы, либо золотая от сна правая щека этой женщины. В этом музейном зале представлен художник, харьковский художник Петр Левченко, человек непростой судьбы. Безусловно, талантливый, при жизни он не снискал большой славы, вынужден был продавать свои картины буквально за гроши. А сейчас целый зал нашего музея посвящен творчеству этого удивительного художника. Картинам Левченко свойственен такой элемент, как рассеянный свет. И мы видим это на картине «На рассвете». Обобщенный образ Харьковщины, где художник Левченко умело использует возможности зеленого цвета, наполняет нашу душу позитивом и радостью. Своеобразное такое впечатление, поэтичное от Парижа, представлено в картине «Улочка Парижа». И, наконец, нужно вспомнить, что художник Левченко был мастером интерьера. Картина «Уголок комнаты», в которой мы хотим закончить наше знакомство с коллекцией. Взгляните, друзья, как ощутимо присутствие человека в этих стенах. Как будто бы на некоторое время вышел творческий человек из этой комнаты. Но его все ждет. И отодвинутая от письменного стола стол, и урна, полная смятых черновиков, возможно, это поэт или писатель, который ждет, чтобы вернуться, сесть за стол, посмотреть сквозь стекло на заснеженные крыши домов и вновь ощутить необычайное вдохновение, свойственное творческим людям. Вы знаете, друзья, мне бы хотелось закончить свое повествование теми же словами, которыми я начинала. В Харькове есть такие места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. И как этому творческому человеку на картине Левченко «Уголок комнаты» хочется вернуться в привычный антураж, где его ожидает вдохновение, покой и радость, так и я желаю вам возвращаться в Харьковский художественный музей все чаще и находить здесь отдохновение для души и радость для глаз. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok